будем объективны что такое биполярность это две страны которые сравнимы по своим экономическим потенциалом по своим технологическим потенциалом по своему вкладу в развитие мирового сообщества россия сейчас не находится в этом состоянии давайте посмотрим мы уповаем на нашу армию однако если мы сопоставим военно-стратегический потенциал россии и блока нато без ядерного оружия то отношение 1 к 60 если мы посмотрим инновационную сферу то в среднем в мире получается около международных патентов около 150 тысяч на америку приходится более 40 тысяч на россию менее тысяч то есть по сути дела россия только начинает вставать с колен она только начинает свой путь к той роли которая она должна была бы играть и первые шаги не могут не радовать по сути дела на это трудно было надеяться еще 2013 году но путин это очень и очень нелегкий давайте вспомним пони по данным независимой экспертизы сейчас выполняется пять процентов решений принимаемых президентом россии это очень мало то есть перед нами стоят огромные задачи новая индустриализация отстройка нового государственного аппарата декриминализация очень много предстоит сделать и поэтому пока говорить о том что мы будем полюсом сравнимым соединенными штатами достаточно трудно теперь давайте посмотрим на ядерное оружие хочется думать что это тот вид вооружение который никогда больше не будет использован после хиросима и нагасаки по-видимому человечество осознала что противостояние на этом уровне она разрушительна в свое время были проведены исследования под началом академика никита николаевича моисеева который показал что если на земле будет взорван общий боезапас ядерного оружия порядка тысячи мегатонн то этого достаточно чтобы ничего живого не осталось чтобы человечество было отброшено на тысячелетия назад кроме того это должно изменить глобальную циркуляцию атмосферы и не факт что место для нас останется на земле поэтому хочется думать что это оружие не будет использована она уже сыграла свою роль она подарила нам 60 лет мира и сейчас нужно смотреть на другой мир по-другому себя защищать и по-другому себя ощущать в этом мире